То есть есть характер мужчины, характер женщины. Сразу хочу сказать, что мужчине невозможно полностью, практически невозможно полностью понять характер женщины. Для него это просто абсолютно темный лес. Вот некоторые женщины очень обижаются, почему ты меня не понимаешь. Потому что очень трудно понять. Он совсем другую природу имеет, характер женщины. И женщины точно так же вообще не понимают характер мужчины. И поэтому вопрос уважения, в любви главное уважение. То есть если начинается уважение, любовь обязательно будет. А уважать означает очень деликатно относиться к характеру человека. И вот деликатно относиться к характеру женщины означает уважать то, что она, в чем она сильно нуждается в отношении. Женщина имеет очень сильный страх к мужчине вообще в целом, что он ее не поймет, не сможет правильно отнестись к ее желаниям, чувствам, потому что она ждет от него счастья. Это означает фактически, что он должен все понимать, как работают ее чувства, желания. Он должен все это телеграммно понимать и реагировать на это очень хорошо. Тогда она чувствует себя счастливой. Она говорит, он меня понимает. Женщина, когда строит отношения, она внимательно смотрит на мужчину, он вообще понимает или нет. То есть он как со мной разговаривает, как ведет себя. Он понимает меня или нет, я буду счастливой с ним или нет. Или он тупой, как баран. Иногда мужчина по природе просто похож по характеру на женщину. И она думает, о, он меня понимает, он разговаривает, мне приятно там. Но это значит, что он подсчет понимает. Он все равно тупой, как баран женщина. Он ничего не понимает. И потом вы постепенно понимаете, что вы живете с человеком, а он вообще не врубается, не понимает, как устроена психика женщины, что ей нужно в жизни, в отношении женщины. К сожалению, это правда. Мужчины не понимают, а? Вот это уже другое дело, да. То есть сотрудничество это называется, сотрудничество. То есть каждая женщина абсолютно не похожа на другую, у ней свой мир, и ей кажется, что это же коню понятно. Вообще. Что так надо. Но он до этого строил другие отношения, там тоже было коню понятно, но совсем по-другому. Вот. И он не знает, что именно в этом случае коню понятно. Вот. Ну то есть очень особенности большие в характере, в желаниях у каждой женщины. И как бы ей кажется, что это естественно. Но на самом деле все абсолютно разные. И естественно, что нужно время, чтобы понять, что именно этой женщине, этому человеку нужно, или этому мужчине. Так уважение к женщине означает, первое в очередь, понимание, что этот человек... Вообще женщина может там и на войну идти, там и на станках работать. Мы говорим сейчас, есть понятие деятельности или жизни, а есть понятие отношений. Так вот, от отношений женщина ждет очень много. В десятки раз больше, чем мужчина. То есть она не будет на станках работать в отношениях с мужчиной. Ей нужны очень тонкие, нежные, изящные, насильственные, мягкие отношения. То есть женщине надо как к пушинке относиться, вот так ходить рядом с ней. Ой, моя хорошая, а вот это вот тебе нравится? Я с тобой согласен. Нет, я с тобой не согласен. И всегда очень аккуратно вот так вот. Это называется уважение к женщине. Мужчина, допустим, кто-нибудь сейчас скажет, да, Олег Геннадьевич, нафиг мне это надо? Ну тогда останешься один, если тебе нафиг это надо. То есть я сейчас с одним мужчиной ехал, меня подвозил, и он говорит, Олег Геннадьевич, я вот в своей жизни одно понял, с женщиной лучше не связываться. Это правда. Это правда. И вы мужчина, который думает, да что мне подстраиваться, пусть сама под меня подстраивается. Ничего. Пройдет время, и ты все поймешь. Немножко время нужно. Ну то есть вариантов нет. То есть мужчина не может ничего с этим сделать. То есть или ты относишься к женщине вот так, как я сказал, или будешь хлебать несолну. То есть иначе женщина становится пантерой. То есть она начинает очень жесткий стиль в отношениях выбирать, эмоции включать очень сильно, обижать, оскорблять, обижаться и так далее. То есть она требует вот этой деликатности к себе, нежности, вот такой ласковый, такой уступчивый стиль, иначе начинаются военные действия. И она с собой ничего не может сделать в этом случае, потому что она сильно ждет именно этих отношений от мужчины. Теперь женщины, женщины, послушайте меня внимательно. Все, что я сейчас сказал, я понимаю, что вам это очень понравилось, да? Да? Очень понравилось. Так вот, знайте, что это для мужчины сверх аскеза. Вот так себя вести. Природа у него совсем другая. Когда мужчина с мужчиной встречается, он, эй, привет, там раз по плечу ему. Как дела? Нормально, нормально, ну молодец. Понимаете, у него совсем другая природа, не такая вот вяля-труляля. Это будет, когда вас друг с другом встречать. Ой, моя хорошая. Как я рада тебя видеть. Понимаете? Вот. Понимаете, вы такие вот сами, вы такие по природе, очень нежные такие, ласковые, понимаете? Но мужчина, он другой по природе. И если он так себя ведет с женщиной, вот так, это для него сверхмощный самоконтроль. То есть он себя контролирует вот просто на 200% все. Понимаете? И это для него большая аскеза, так себя вести. Поэтому, в принципе, возможность гармоничных отношений, любви между мужчиной и женщиной, во-первых, ну, должно знать. Мужчины в основном, то, что я сказал, вообще, они не знают этого. Они говорят, а с какой стати я должен перед ней так прыгать? Ведь это другой вопрос, в какой стати. Вот. А во-вторых, это непросто вот так себя вести с женой. Непросто. Потому что природа мужчины, наоборот, совершать насилие, достигать, добиваться всего, требовать, сражаться, заставлять, ставить условия. Это их стиль жизни, мужской просто. Вот так, допустим, живут мужчины в армии. Они такие вот отношения долго, силы. Равняется с миром, молчать. Шаг вперед, шаг назад. Вольно. Такие у них отношения. Они там вот так живут, но для них это нормально. Потому что мужчина по природе, он очень послушный и требовательный одновременно. Женщина по природе очень деликатная, и она может быть послушной только как внутри энергии любви. Вот когда нежность есть, женщина сразу обмекает, становится очень послушной, она согласна со всем. Но когда любви нет, она сразу как вот так. И она совсем не согласна и не послушна. И так есть уважение. Понятие уважения к женщине основывается на знании и владении собой еще мужчины. Мужчина еще должен не просто знать, а еще владеть собой, чтобы так с женщиной себя вести. Это непросто. И надеяться, что прямо вот мужчина, который вам понравился, прямо будет обладать этим знанием, владением собой, маловероятно. Ну то есть вот правильно женщина сказала, если вы по-доброму будете его обучать, если он будет склонен к этому, то есть он, ну а это означает, что вы заплатите цену, что он действительно захочет вам себя с вами так себя вести, как вы хотите, тогда это будет. Но самое интересное заключается в том, что то же самое с мужчиной, та же песня. Потому что у мужчины есть тоже очень деликатная зона, и чаще всего женщины, как и мужчины, с этой зоной неделикатно себя ведут. Это зона осведомленности мужчины, его интересов жизненных, его отношений с другими людьми, его внутренней позиции. Если женщина высмеивает его интересы, его внутреннюю позицию, его мужественность саму по себе, его отношения с другими людьми, то это называется грубое поведение по отношению к мужчине. То есть женщина должна, когда мужчина говорит, вот так я считаю, она должна вести себя очень деликатно к его мнению, потому что это зона крайне ранимая у мужчины. Если, допустим, жена не согласна с моим мнением, значит, мужчина считает, она меня не любит и не уважает. Женщина так не считает, она просто не согласна, и все. А он считает, что это предательство с ее стороны, все, она меня предала, он считает. Понимаете, вот женщина считает, мужчина предал ее, если он не вот так, неаккуратно, она говорит, что-то мне плохо. И если она так сказала, он должен, да, а в чем? Что такое, мой хороший? То есть он должен вот так, и ей очень нравится, но если она говорит, мне плохо, и он говорит, а кому сейчас хорошо? Ну, допустим. И она думает, дурак какой-то вообще. Ну, то есть так, женщины, или нет? Так. Ну, то есть она это говорит для того, чтобы гармонию почувствовать. Она всегда, как бы, она всегда пытается понять, есть гармония, нет гармонии у нее с мужем. Он меня понимает, не понимает, есть любовь, нет любви. Надо жить вместе, не надо жить вместе. Вот. То же самое у мужчины, есть такая зона очень деликатности большой. И женщина разумная, она как себя ведет? Он говорит, надо вот так вот. Она, да, ага. Все очень согласна со всем. Вот. Как будто она так себя ведет, как будто у нее нет своего мнения. Но у нее есть свое мнение. И вы скажете, а как тогда жить? То есть все, как он будет говорить, так и делать? Не обязательно. Мужчине главное, чтобы женщина была согласна с тем, что вот так надо. И вот если ему он говорит, надо экономить деньги. У нас много денег уходит на безделушки. А он говорит, да, согласна. Надо экономить деньги. Он такой, вот, молодец. Вот теперь будем экономить, я поняла, будем экономить деньги. Да? Вот, на следующий день. Слушай, нам надо подгузники ребенка купить. Мы же решили экономить деньги. Он говорит. Ну да, мы решили экономить деньги. Мой хороший, на подгузники надо купить. Он говорит, ну ладно, в качестве сокращения. И потом бюджет смотрим, все то же самое. Что было в прошлом месяце, но мужчина доволен. Потому что женщина понимает политику партии. Она понимает, что надо экономить. Ну, обстоятельства всякие бывают. То есть мужчина, он, как бы, ему важно, чтобы женщина не тупила и понимала, куда мы идем. В какую сторону. А женщине по барабану, в какую сторону мы идем. Ей главное, чтобы она получала все, что надо в жизни. Разные интересы. То есть, понимаете, интересы не совпадают. То есть, мужчине надо в целом, чтобы все было стабильно и правильно. А женщине нужно жить просто счастливо. Она родилась вот в женском теле для того, чтобы сейчас быть счастливой. Ей все равно, что там будет завтра. Не надо сейчас вот счастье. Сейчас. И надо сотрудничать. То есть, если мужчина говорит вот так вот надо, надо обязательно с ним согласиться, потому что все равно будет по-вашему, женщина. Потому что женщина, в Ведах говорят, это река жизни. Она течет и живет. А мужчина обеспечивает жизнь. Мужчина не живет без женщины. Он совершает аскезы, побеждает. Но он живет только рядом с женщиной. И он радуется, когда женщина радуется. Женщина радуется, дети радуются. Мужчина радуется. Понимаете, да? То есть, жизнь протекает внутри женщины. Во всех аспектах. И даже если говорить вообще о правде, то у мужчины даже в семейной жизни нет правды. Если женщина не дает им возможность иметь правду. Вот, допустим, спор начинается. Дети на стороне жены сразу. Собачка на стороне жены. Она на мужа начинает гапкать, потому что он ее не кормит. Подружки все сразу на ее стороне. А он друзей не будет в тему в эту, как бы, вводить это, как бы, что ему там рассказывают, как он с женой спорит. Ну, там, у них космические интересы высокие какие-то. Они страну поднимают вместе. А тут, как бы, рассказывают, как с женой. По многим причинам. Первая, самая главная причина – женщина огромный экспорт вообще в отношениях. И у ней очень сильное чувство собственной правоты. Ее психика, она работает гораздо медленнее, чем мужская. Допустим, вот приведу пример. Мужчина обиделся, и женщина обиделась. Кто из них будет прав? Тот, кто перестанет обижаться позже. Понятно почему? Потому что, когда человек уже перестал обижаться, а другой обижается, что-то надо же с этим делать, и он его успокаивает, этого, кого обижается. Женщина сколько обижается? Неделю. А мужчина сколько? Несколько часов. Ну, чаще всего. Бывают исключения. И в результате, что делать? Надо жену успокаивать, а чтобы успокаивать, надо сказать, ну, я был неправ. Хотя он знает, что был прав. Понимаете, да? Это причина. Следующая причина. Женщина очень сильно чувствует свою правоту. Потому что она в целом лучше чувствует истину. Вот женщина, у нее сердце владеет чистотой, а у мужчины владеет сердце движением вперед. То есть мужчина понимает, куда двигаться, а женщина понимает, как правильно двигаться, куда. Как правильно двигаться. То есть женщина говорит, а правильно, а мужчина говорит, куда. И когда по мелочам начинаются беседы, женщина точно знает, что он не соображает ничего в этом вопросе, точно. Она абсолютно убеждена, то есть она искренне верит, что это правильно, а мужчина может сомневаться. Поэтому женщина всегда права, даже если она не права. Знаете почему? Потому что, когда мужчина на нее нажимает, говорит, я тебе сказал, она говорит, отстань от меня, все. Кто нажимает, тот не прав, правда ведь? А кто вот униженный, как бы его мнение никто не хочет слышать, тот и прав, оказывается, на самом деле, правда ведь? Что нажимающий и нажимающий человек – это агрессор, а человек, который не нажимает, а уступает, это и есть сама истина. Видите, поэтому в семейной жизни мужчине крайне сложно. строить отношения с женщиной, если он неправильно их строит. Вот если мужчина дает женщине возможность как бы жить, как она считает нужным, не вмешиваться, уступать, аккуратно с ней себя вести, то она в атмосфере любви всегда начинает соглашаться с мужчиной, потому что ей главное отношение. «А куда там политика партии?» «Ну, туда, значит, туда уже, ладно, Бог с ними». Это для нее не важно. Важно, что сейчас происходит, отношения сами. Ребенок получает заботу или нет, мы как бы… Ну вот сейчас что происходит, если мужчина согласен в целом, то женщина, она не против. Таким образом, есть сферы жизни, интересов и уважения к мужчине означает уважение к его слову, к его пониманию в целом, как надо жить, к его строгости, к его правилам жизненным. Женщина должна относиться очень уважительно, деликатно, иначе она не уважает его, а значит, не любит. Мужчина должен относиться деликатно к желаниям женщины. У нее есть желание определенное в жизни, у нее есть чувство, у нее есть как бы ощущение себя, своего пространства, своих отношений с людьми. Мужчина должен это все понимать, потому что женщины, природа женщины более тонкая и хрупкая, а мужчины более грубые. Поэтому, если он грубо вмешивается в тонкое, то тонкое рушится и страдает, поэтому он должен не вмешиваться в тонкие вот эти пространства в жизни женщины. Часто у женщины есть зоны, в которые вообще это, ну, к разуму понять невозможно. Например, есть женщины очень чувствительны к звукам, и такой женщине надо вот тишину, чтоб никто там не кричал нигде. Другие женщины очень чувствительны к свету лишнему, третие чувствительны еще к чему-то. Четвертые боятся каких-то насекомых, вплоть до микробов. Ну, то есть у каждой женщины что-то свое вот такое, что, ну, невозможно объяснить. Вот ей, допустим, нравится в такой комнате жить, и она с ума сходит. Нужно вот в такой вот ей жить, а не в такой. И, ну, тут невозможно это как бы объяснить, без логики не поддается все это. Ну, как бы, но так как ей не нравится и никогда не понравится, она будет с ума сходить. Или ей не нравится вот такая одежда и так далее. Ну, то есть есть вещи, которые мужчине очень трудно понять. Ну, как одежда, как одежда, ну, че ты. Вот. Она не может в этом ходить. И так далее. Ну, то есть есть зоны очень чувствительные у женщины, это мужчине тоже надо понимать. У мужчины тоже есть зоны очень чувствительные. В его принципах и взглядах. Вот есть бзики определенные у мужчины тоже. И с этим тоже ничего не сделаешь. Надо просто принимать. Есть, есть как бы очень сильные недостатки в целом в характере мужчины и женщины. Прямо дырки в характере сильной недостатки. Это идет в целом от природы человека. У мужчины недостаток главный – это то, что мужчина, он когда добивается чего-то в жизни, он не умеет чаще всего расслабиться и отдыхать. Это приводит к вредным привычкам. То есть зона такая очень чувствительная у мужчины в характере, в психике – это вредные привычки. И его способы отдыхать, они обычно бывают какими-то ненормальными. То есть это может быть азартные игры какие-то, или он зависает где-то там в интернет там на сутки, или он курит там какие-то препараты, или выпивает с друзьями, или вообще гулять хочет ходить там. Это все от перенапряжения женщины. То есть мужчины, это все у них от того, что они неправильный образ жизни ведут. Они не могут снять напряжение, это приводит их к тому, что им надо куда-то бежать, что-то делать, то, что не является нормальным в целом. Это недостаток в целом мужской природы. Вредные привычки и вредные занятия какие-то, которые все идут от перенапряжения. У женщины тоже есть зона, которую очень трудно контролировать, которая приносит массу беспокойств. Но так как женская природа в целом более чистая и светлая, это лучшая часть человечества. Поэтому и это тоже зона, это вредная привычка такая женщины, как бы зона, которая тяжела семье, для любой семьи очень тяжелое, тяжелое имеет качество. Она, ну, женщина вообще не воспринимает это как чем-то плохим вообще. Хотя это доставляет массу беспокойств в семье. Что это такое? У каждой женщины есть определенная зона безудержных желаний. И мужчина, прежде чем замуж женщину взять, он должен узнать, где эта зона находится. Потому что, допустим, если ей сильно хочется тишины и покоя, ну, допустим, ему достаточно просто комнату изолированную найти где-то в доме, чтобы она там сидела, когда ей хочется. И это не так опасно. Бывает зона сильное желание, допустим, это съездить в отпуск куда-то. Уже надо больше денег дать. Понимаете? Бывает, что женщине сильно хочется украшений постоянно. И она чуть деньги есть, она сразу бежит украшения покупать. Эта зона тоже, ну, как бы. Бывает, женщина хочет безудержно домашних животных каких-то. И вся комната заполняется кошками, собаками, попугаями и пингвинами. Вот. Понимаете? То есть, мужчина думает, что с этим делать, он не знает. Но надо было заранее знать, что ты взял замуж. Понимаете? То есть, у каждой женщины есть такая зона безудержных желаний. И мужчина, прежде чем замуж взять жену, он должен знать именно, что это за зона, хватит ли у него денег на это. Самое главное. Потянет он или не потянет. Вот. Если потянет, значит надо брать. Но если мужчина, как бы, говорит, этого не будет у нас в жизни, тогда дальше женщина его просто бросает. То есть, она не может жить без этой зоны своей, так сказать, безудержных желаний. Они разные совершенно, эти зоны. Некоторые женщины любят с подружками часами чирикать. Некоторые любят платье покупать. Некоторые любят поспать там. Ну, в общем, я не знаю. То есть, кто-то сладости покушает. Ну, и так далее. То есть, у всех, у каждой свое что-то. И это никогда не закончится. Это всю жизнь будет точно так же, как и было. У мужчин тоже есть склонность к вредным привычкам. Тоже это склонность. Он срывается на это. То есть, женщина, прежде чем замуж выйти, она должна понять, где эта склонность. Как мужчина отдыхает. Он может и хорошо отдыхать. У него, может быть, и не будет вредных привычек. То есть, он спортсмен, может быть. Или он тренируется как-то. Или аскезы совершает, закаливается. Но все равно на это он будет тратить время. И вам придется это признать. То есть, что-то тебе надо в семье. Побудетесь дома. Почему ты побежал куда-то на тренировку или еще куда-то. Понимаете? Когда мужчина вместе с женщиной находится, вы вдвоем, когда находитесь, вы не отдыхаете в это время. Это не отдых. Отдых, когда женщина по-женски чем-то занимается, с женщинами, а мужчина с мужчинами. Это отдых. Когда вы находитесь вместе, вы трудитесь друг для друга. А если вы думаете, что вы можете отдохнуть друг с другом, тогда из этого получаются истерики потом. Потому что отдыха не будет. Понятно, да? Или нет? А? Понятно. То есть, вы вместе – это труд. А вот когда вы хотите отдохнуть, надо вот… У меня вчера был разговор. Ситуация. Женщина начала сильно срываться на мужа, истерить рядом с ним. И оказалась причина такая. У нее нет подружек. И она ждет от мужа, что тот ей будет приносить вот этот отдых. Или она ждет от него вот того, что ей станет хорошо. Вот она расслабится, успокоится. Она ждет от него это. А от него это никогда не придет в жизни. Это невозможно просто. И поэтому она уже не дожидаясь, она начинает кричать, истерить. И он не знает, что с ней делать. То есть, она что-то хочет от него, а он этого дать ей не может. Ну, то есть, мужчина не даст женщине успокоения. Женщина мужчине тоже. Но женщина женщине даст. Вот если подружки вместе встречаются, они отдыхают. Мужчина тоже с мужчиной вместе там на рыбалку пошли, отдохнули. Ну, то есть, мужчина с мужчиной дает отдых, женщина женщине. А женщина с мужчиной, они трудятся. То есть, этот труд может приносить много счастья. То есть, это счастье идет через аскезу. То есть, если я правильно повел себя с женщиной, то она становится благодарной, и это приносит счастье. А если я неправильно повел, то будет скандал. Вот подружки, допустим, женщина с женщиной, они просто расслабляются друг с другом. Там не надо, вот этого нет, вот этого барьера, через который надо перепрыгивать. Женщина с женщиной хорошо, они там ляля от руля, никаких барьеров. Мужчине с мужчиной хорошо, тоже никаких барьеров. Женщине с мужчиной надо сделать определенные шаги в отношения. Каждую секунду, каждый раз. Вот пристретились мы с женой, им надо себя вести определенным образом, чтобы потом было хорошо. Надо под женщину мужчине подстраиваться, женщине под мужчину подстраиваться. Это с аскеза. Вот, допустим, мужчине кажется, что женщине, женщина по природе должна быть послушной. Она же должна вот меня слушать. Да, мой дорогой, да, мой дорогой. Давайте я вам, мужчины, несколько, немножко кое-что расскажу про женщину. Первое, что вы должны знать, что женщина, она, ну, в отношениях видения мужчины, она идеалист. Идеалист. Что значит идеалист? Она в своем муже хочет видеть все по максимуму. Вот все самое лучшее мужское именно. Он должен быть самый мужественный, самый разумный, самый грамотный, самый эрудированный, самый храбрый и так далее. Она хочет от мужа такого, природно, каждая женщина. И если она смотрит на него и видит, что это не так, она это запоминает на всю жизнь. Для нее это такой стресс. Она смотрит и думает, господи, так он же вообще тупой. Или он не храбрый вообще, он трус, трус. И она сразу сравнивать начинает. А вот как бы сосед мужик не трус. И вот совсем вместе с этим она, когда видит мужа, ей надо сказать, да, мой хороший, с тобой согласна. Знаете, какой должен быть самоконтроль? То есть она знает его, как облупленного. Кроме того, она знает, куда приведет его эта идея. То, что он говорит. То, что у нее сердце сильно чувствует по отношению к мужу. По отношению к себе, кстати, у женщины не сильно чувствует сердце. А вот по отношению к мужу все чувствует. Что правильно, а что нет. Она чувствует, что из этого получится. И надо соглашаться. Это большая аскеза для женщины. Но это надо делать. Иначе не будет счастья. Видите, мужчины, женщине очень трудно быть послушной. Почему? Потому что, во-первых, она может быть послушной только в атмосфере любви, когда все нежно, гладко и ласково. Тогда она расслабляется, становится послушной. Во-вторых, она очень много видит недостатков в тебе. И ей это все надо забыть на секунду, чтобы согласиться. Это аскеза. Мужчине тоже очень трудно с нежной женщиной общаться, потому что она его ранит эмоционально. Когда женщина поранила мужчину эмоционально, у него к ней протест внутри. И в это время надо, да, моя хорошая, да, моя дорогая. И она может еще поранить его эмоциями. Потому что часто женщины не понимают, как эмоционально надо вести себя с мужчиной. Они не понимают, что мужчина, у него вот здесь в сердце очень слабая зона. Ну давайте я как бы начну сначала. У человека есть три центра разума. Один находится в области лба, второй – в области сердца, третий – в области пупка. Три центра разума связаны с тремя желаниями души. Вот этот центр в области лба связан с желанием знания. И у мужчины здесь очень большая сила. А у женщины здесь чувствительная зона очень, связанная со знанием. Поэтому женщины, когда слушают знания, они чувствуют, «О, это правильно!» А мы еще сейчас разберемся. То есть у них это, у них нечувствительность здесь, они как бы сами, они сами знают, как правильно. Вот. А женщины они слушают, как правильно, изучают. То есть у них здесь индикатор, а у мужчины здесь сила. Понимаете? У женщины здесь сила в эмоциях, чувствах, желаниях. Здесь от сердца, там, где любовь находится. Здесь знание, здесь любовь. У женщины здесь сила. А у мужчины очень чувствительная зона. Иногда мужчина говорит, «Сейчас я тебе расскажу», и начинает демагогию толкать жене. У нее так вот здесь вот плохо становится, тяжело, вот так на все напрягается. Но когда он закончит, он же меня устал, а уже служить не могу. «Что он хочет от меня вообще?» Да, женщины? Да. Психика напрягается. «Давай говори сразу, что хочешь, что-то там разводишь эту логику свою». Да, женщины так? Да. Вот здесь напрягается все, тяжело слушать он. У меня демагог какой-то попался. То есть насилие над женщиной. Мужчина, когда начинает ей толкать логику, он насилие совершает над женщиной. Женщина может слушать логику только, когда это с любовью все очень деликатно дается, ей очень приятно слушать. Когда насилие, нажим какой-то. А в семейной жизни всегда нажимы идут. Поэтому очень трудно. Точно так же женщина нажимает эмоциями на мужчину. «Пойдем, поговорим». Ему сразу так рада. Сейчас же он говорит «Может завтра сегодня я что-то устал?» Она потом звонит подружке. «Не, я ему сказала, пойдем поговорим просто». Она «Я тебя понимаю». То есть у женщины эмоциональная сила одинаковая, поэтому они могут общаться там часами эмоционально. Нет проблем. Но с мужем женщина должна эмоции погасить десять раз. Если она хочет сказать «Пойдем, поговорим». Надо сказать «Пойдем, поговорим». И тогда он пойдет. То есть он выдержать может какой-то определенный натиск эмоций. Небольшой. Женщина тоже может вот этого давления как бы интеллекта, мужской силы, разума тоже выдержит какой-то. И поэтому мужчина говорит «Я хотел бы с тобой кое-что обсудить». Вот так «Я тебе сейчас объясню». То есть очень аккуратно. И тогда она пойдет, поговорит, послушает. Итак, жить нам друг с другом очень тяжело. И некоторые люди думают, что мне просто не повезло. А на самом деле все у всех одинаково. Жить тяжело по многим причинам. Первая и самая главная причина даже не в том, что разные характеры, а в том, что вот сама по себе любовь между людьми, она очень эгоистична по природе. Потому что настоящая любовь, она соткана из… Настоящая любовь соткана из самопожертвования. Но она также соткана из знания. Человек должен знать, что если он забыл про себя и что-то делает для другого человека, тогда это приносит счастье. Только так. А если он что-то хочет от близкого человека, тогда это счастье не приносит. И когда люди просто жаждут счастья друг от друга, это все заканчивается только скандалами. И все. Только скандалы. Поэтому еще надо научиться любить правильно. Понимаете, это очень сложно. Вот ничего не желать. А служить постоянно близкого человека. Ждать благодарности. Вот когда от него благодарность придет в сердце, «Спасибо тебе за то, что ты делаешь для меня». Это и есть любовь. Вот она. Ты трудишься для человека и в ответ благодарность. Но труд бывает из двух половинок состоит. Это забота и воспитание близкого человека. Воспитывать его тоже надо очень деликатно. Если ты не воспитываешь, то тоже ничего хорошего не будет. Поэтому все это не просто. Отношения. Система. У всех одно и то же. Ну, то есть, очень трудно строить отношения. Очень трудно. Потому что разные характеры. И вообще мы не знаем даже, что такое отношения, как любить друг друга. Мы просто хотим влюбленности. И поэтому люди все в жизни, они ждут влюбленности. Думают, ну, у меня нет вот Олега Геннадьевича. Вот вы понимаете, вот вы говорите, живите дальше вместе. Но нет у меня к нему никаких чувств. Поэтому мы живем в соседних комнатах. Что, ну, не люблю я его. А надо понять, что такое любовь сначала. Потому что вот эта любовь, которую вы хотите, вы ждете, она бывает только на короткое время. И вообще она, понимаете, вот если она сильная, вот такая, это всегда к разлуке. Чувство любви у людей очень эгоистичное. Они перетягивают на себя это чувство. Вот если человек очень сильно кого-то полюбил, тогда у того опустошается сердце. И вот сильная очень любовь к человеку, она вызывает отторжение. Человек не может выдержать. Поднимите руку, кто не выдержал, вот сильно вас полюбили, не выдержали, вы убежали. Вот это всегда так бывает, имейте в виду. Человек не может выдержать просто. Только Бог может человеческую любовь выдержать. Человек не может выдержать сильную любовь. А мы ждем именно такую любовь. Причем люди говорят, я сама хочу так любить сильно. Если ты сама так будешь любить, тебя не выдержат. Получается замкнутый круг, понимаете. И мы ждем вот этой влюбленности сильной. Думаем, что это и есть настоящая жизнь, вот если так будет. А так не будет, потому что это только начало лета и нашей любви. Даже если это есть и вы выдержали друг друга, то ненадолго все равно. Потому что любовь, она тает, влюбленность имеется в виду. Настоящая любовь соткана из знаний и аскезы. Понимаете, а люди все вот этого вот ждут. Они все мечтают, все до одного люди мечтают вот об этом. Но это просто иллюзия. Настоящая любовь, она имеет спокойную, чистую природу отношений, уважения, благодарности к человеку. Вот это вот настоящая любовь. Она не такую жажду имеет, природа жажды вот такой. Нет, такой нет. Такого нет между настоящей любви, между людьми. Нет такого. Есть чистота, благодарность, уважение. И эта любовь может очень долго длиться между людьми. Даже в следующей жизни она пойдет. Люди могут остаться вместе, если они добиваются такой любви. А вот то, что вы хотите, это бывает. Во-первых, на время. А во-вторых, если сильно, то значит вообще люди вместе не будут. И мы много читали Евгений Онегин там, и мы видим, что это всегда вот одно и то же. Один человек сильно любит, другой ставит стеночку. А потом может наоборот произойти, как вот в Евгении Онегин было. В Евгении Онегин было.